Добрый день, уважаемые коллеги! В ряде авторитетных западных средств от массовой информации опубликованы утечки о дискуссиях администрации Белого дома возможности нанесения ракетных и воздушных ударов по позициям в зерийских войск. История показывает, что нередко подобные бросы оказываются прологом реальной действия. Особая беспокойство вызывает информация, что инициаторами данных провокаций являются представители Центрального разведывательного управления и Пентагона. Которые еще в сентябре докладывали своему президенту о якобы управляемости боевиков оппозиции, а сегодня лоббируют генетический сценарий в Сирии. Рекомендовал бы коллегам в Вашингтоне тщательно рассчитать возможные последствия реализации подобных планов. Сегодня на вооружении сирийской армии имеются достаточно эффективные дегитаракетные комплексы, такие как С-200, ВУК и другие системы противообороны, техническое состояние которых за прошедший год было установлено. Кроме того, напомню американским стратегам, что воздушная прикрытия российских военных баз, МИМИ, генетарту все осуществляется с зенитой ракетными системами С-400 и С-300, радиус действия которых может стать сюрпризом для любых неопознанных летающих объектов. Следует реально осознавать, что у боевых расчетов российских комплексов противообороны вряд ли будет время на выяснение по прямой линии точной программы полета ракет и принадлежности их носителей. А все иллюзии дилетантов о существовании самолетов-невидимых могут столкнуться с расчаровывающей реальностью. И, наконец, самое важное. Сегодня большинство офицеров российского центра примирения в раздущих сторон работают на земле, заставляют генетарную помощь и ведут переговоры с главами населенных пунктов и вооруженных отрядов большинства сирийских провинций. Благодаря их деятельности 732 населенных пункта и сотни тысяч сирийцев вернулись в мирную жизнь. Поэтому любые ракетные или воздушные удары по территории контролируемой сирийским провинциям создадут явную угрозу российским военнослужащим. И в завершении обращаю внимание горячее того, что после нанесения 17 сентября самолетами коалиции удара по сирийским войскам в Даризоре и в Даризоре и в Даризоре и в Даризоре